Поклонники сериала «Великолепный век» за все время существования сериала обсудили очень много интересных моментов. Теперь на очереди самая первая сцена сериала – о том, как Сулейман стал султаном. Создатели сериала очень детально подошли к этому моменту, не пришлось ничего выдумывать. Источники, с которыми работали сценаристы, рассказывают несколько вариантов развития событий. По одной из версий, известие о том, что отец умер, настигла Шехсаде, когда тот был на охоте. Сообщение включало в себя несколько частей. В первой говорилось о том, что султан Селим скончался. Во второй сообщалось, что Сулейман получил трон Османской империи. И в последней содержались рекомендации по дальнейшим действиям будущего султана. Другой источник сообщал, что отец Сулеймана умер и Шехсаде объявлялся наследником престола. Его просили по возможности, не задерживаясь, явиться в Стамбул, чтобы взойти на трон. И еще один источник дает описание самого письма, направленного Сулейману. Там говорилось, что Сулейман стал хозяином Османской империи. И идет подготовка по возведению его на престол. Начали чеканить монеты в честь будущего султана. И по всему Стамбулу раздается звук дивлета, государственного барабана. Сулейману предписывают соблюдать осторожность, как можно скорее возвратиться в столицу. Однако все должно было держаться в тайне. Визири его предупреждали, что малейшее промедление наследника султана может обернуться развалом империи. Касательно эмоций, которые испытывал будущий султан, информация тоже расходится. Но в целом не противоречит друг другу. По одной из версий, узнав о смерти отца, Сулейман был настолько расстроен этим известием, что лил кровавые слезы. По другой информации, султан не сдержался и закричал. Еще существует версия, что будущий султан и лица его сопровождавшие на охоте, получив печальное известие, рвали на себе одежду и били себя кулаками. Смысл у всех источников один, что Сулейман, узнав о смерти своего отца Селима, испытывал изумление и горе. Затем, справившись с шоком от полученного известия, Сулейман взял себя в руки и успокоился. Покорившись воле Аллаха, будущий султан без промедления отправился в столицу. Эти сведения несколько противоречивы, но цель у них одна – показать, что Сулейман был в шоке от полученной новости. Конечно, разные источники по-разному дают представление о моменте получения судьбоносной новости. Один источник утверждает, что Сулейман был в это время на охоте, другой источник рассказывает, что он находился на прогулке. То есть и в том и в другом случае юный Шихзаде пребывал в состоянии беззаботности и в расслабленности. Но вот отец умер, и на плечи будущего султана в один момент ложится ответственность за свой народ и государство. Один современник рассказывает, что Сулейман со всей возможной поспешностью возвращается в Стамбул. Другой источник, наоборот, говорит о том, что Шихзаде поначалу никак не мог принять мысль о троне. Это объяснялось тем, что он любил своего отца и совсем не стремился к власти. В момент, когда умер его отец, Сулейману исполнилось всего 26 лет. Он в то время был наместником в Манисе. В самой же первой серии Великолепного века известие о смерти султана Селима ни у кого из его семьи не вызвало скорби и слез. Хотя хроники говорят об обратном. Шок, который испытал Сулейман при получении этой новости, описывается и в западных хрониках. Они рассказывают, что поначалу Шихзаде не мог поверить в достоверность этой новости. Убедить его в этом смог только главный визирь, который эту новость ему сообщил. По мнению западных историков, нежелание Сулеймана сразу возвращаться в Стамбул подразумевало, что он не поверил в эту новость и подозревал заговор против него. В любом случае, поведение Сулеймана после получения известия о смерти своего отца показывает его как примерного сына и достойного претендента на трон Османской империи. Правление Сулеймана I началось с того, что он приказал отпустить сотни пленников из знатных семей Египта. Благодарный за такой поступок многие страны Запада возобновили торговые отношения с империей Османов. Западные современники были рады восшествию на престол Сулеймана, ведь он был не столь кровожаден, как его отец. Но не меньше его любил военные походы и завоевания. Десять лет из своего правления Сулейман провел в военных походах. Но военная слава не далась великому правителю просто так. Содержание огромного войска турков обходилось недешево и под конец правления Султана практически опустошило государственную казну. Султан Сулейман был одним из самых великих правителей Османской империи. За время его правления империя Османов достигла небывалого подъема в своем развитии. За 46 лет своего царствования Султан значительно расширил территорию Османской империи. Было принято множество законов, улучшено образование, возведено много школ и созданы великие шедевры архитектуры. По поручению Султана был полностью обновлен Кодекс Османских законов. Введение жестких ограничений на нанесение увечья и смертную казнь положительно сказалось в целом на государстве. Также понимая, что Турция соседствует с другими государствами и законами, султан Сулейман предпринял попытки сделать Османскую империю более светской. На территории империи существовали множество различных религиозных общин, поэтому законы шариата стали менее нетерпимыми к ним. Да, и архитектура того времени до сегодняшнего дня является гордостью жителей Стамбула. Особенно восхищают обыватели мечети, созданные во время правления Сулеймана. Это мечети Шихзаде, Сулеймании, да и сам правитель Османской империи был необычайно образован. Сулейман увлекался поэзией, принимал участие в создании орудия для военных походов. Также султан владел искусством ювелирного и кузнечного дела. А таким количеством наложниц до жены Хюрем, как у Сулеймана, не мог похвастаться ни один гарем правителей из династии Османов. Точно их количество так и не удалось посчитать. Сулеймана 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 Субтитры создавал DimaTorzok